Законом вводятся новые правила приобретения крупных пакетов открытых акционерных обществ. Фактически, не только приобретение, но и, что волнует, наверное, большинство акционеров инвентарных, это правила, фактически, принудительного выкупа акций у акционеров открытых акционерных обществ. Наверное, поэтому этот закон вызвал такой большой резонанс. Как это будет выглядеть на практике? Фактически, лицо, которое намерено приобрести акции открытого акционерного общества, вправе предложить другим акционерам продать ему крупный пакет или ряд мелких пакетов. Это называется добровольное предложение. Лицо, которое намерено приобрести акцию, вправе это предложение делать, вправе его и не делать. И акционер также вправе его принимать, но вправе не принимать это предложение. Поэтому оно называется добровольным. И цена, которая в этом предложении указывается, она та цена, по которой, собственно говоря, это лицо готово приобрести ценной бумаги. Немножко другого рода обязательное предложение. Обязательным оно является для лица, которое уже приобрело крупный пакет, пакет более 30%. Фактически на это лицо накладывается именно обязательство сообщить об этом другим акционерам через общество и предложить акционерам продать ему свои пакеты. Собственно говоря, здесь действуют немного другие правила. В части цены уже существует нормативно определенное правило установления цены приобретения пакетов акций у акционеров. В частности, если речь идет об акциях открытого акционерного общества, которые обращаются на торгах организаторов торговли, так называемые биржевые ценные бумаги, то здесь цена определяется как среднеизвешенная за последние 6 месяцев до даты предложения. То есть, предположим, в течение последних 6 месяцев акции этого акционерного общества продавали в среднем по цене 100 рублей. Но, собственно говоря, не ниже этой цены приобретатель должен предложить акционерам купить акции. Именно по этой цене или выше. Что касается акций акционерного общества, которые не обращаются на торговых организаторов торговли, не биржевые акции, то здесь цену устанавливает независимый оценщик. И в данном случае, конечно, акционер многие волнуются, как он установит эту цену, насколько она будет справедливой. В общем-то, если мы исходим из того, что все-таки отношения у нас рыночные, то мы понимаем, что покупатель заинтересован приобрести по небольшой цене, как можно меньшей цене. А вы, как акционеры, как раз заинтересованы в том, чтобы продать подороже. Вам именно этого хочется. Здесь такой небольшой конфликт интересов. Независимый оценщик, он, конечно, независимый, но не надо забывать, что его услуги оплачивает именно приобретатель. И, собственно говоря, он заказывает услугу оценки. Поэтому в данном случае его независимость на в какой-то небольшой части теряется. Безусловно, приобретатель, он попросит оценщика сделать оценку, наверное, наиболее близкой к тому, что ему интересно. Но я поспешу успокоить все-таки акционеров. Не может быть такой ситуации, когда рыночная стоимость акции акционерного общества составляет, допустим, 100 рублей, а ценщик выдает заключение на рыночную стоимость 1 рубль. Такого быть просто не может. Оценщик в своей деятельности руководствуется стандартами оценки. Оценки — это нормативный акт. В нем установлены правила оценки, а также те методики, которые используют независимые оценщики. Эти методики определены, и оценщик обязан их использовать. То есть, в общем-то, да, он может немного занести цену, этого нельзя отрицать. Но это занижение будет примерно в рамках 20%. То есть, например, да, возможна ситуация, когда рыночная стоимость акции составляет 100 рублей, оценщик покажет, допустим, 90. В принципе, это возможно. Но глобального обмана миноритарных акционеров быть не может. В общем-то, имеется возможность манипулировать ценой. Вот, как я уже сказала, у оценщиков имеется такая возможность. И имеется возможность манипулировать ценой даже рыночных акций, то есть те, которые имеют биржевые котировки. Думаю, что акционеры должны об этом знать. Фактически, как это может происходить? То есть, лицо, которое намерено приобрести крупный пакет, заранее к этому может подготовиться. Фактически, через определенных третьих лиц организовать ряд сделок на бирже по интересной ему цене. И таким образом приблизить цену к той, которая ему интересна. Опять же, здесь нельзя и невозможно говорить о каком-то глобальном обмане, каких-то глобальных манипуляциях. Потому что рынок такой живой организм, и там любые какие-то демпинговые цены, они заметны сразу. Поэтому ни один приобретатель грамотный, он не будет слишком понижать цену. То есть, опять же, в рамках, наверное, где-то 20% цена может быть максимум занижена. Следующее, что уже делает приобретатель, то лицо, которое приобрело более 30%, приобретает, 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 и фактически, предположим, получает 95% акций открытого акционерного общества. Вот в данной ситуации для акционера наступает момент, когда перед ним стоит, даже уже выбор не стоит, фактически, перед ним могут поставить обязанность продать свои акции, принудительный выкуп. Может это делать только акционер, либо группа акционеров и филированных лиц, которые в совокупности владеют не менее 95% голосующих акций общества. Только в этом случае акционерам будут попросить продать свои акции. В общем-то, я сейчас сталкиваюсь с такой точки зрения акционеров, когда они думают, что тут наступит 1 июля, и сразу же придут какие-то рейдеры и будут требовать продать свои акции по какой-то совершенно небольшой цене. Но это не так. 1 июля, да, вступает силу этот закон. Но 1 июля вступают именно правила, как таковые правила приобретения этих крупных пакетов. Поэтому, если на 1 июля имеется акционер, который владеет более 95% акций, он не может как раз требовать принудительного выкупа акций у медальных акционеров, не имеет на это права. Имеют на это право те лица, которые после 1 июля начнут процедуру приобретения крупных пакетов в порядке добровольного или обязательного предложения. Если именно пакет 95% у них сформируется на основании добровольного предложения о приобретении всех акций, либо обязательного предложения, вот именно в этом случае у этих мажоритарных акционеров или одного акционера появится возможность требовать от мажоритарных акционеров выкупа принадлежащих им акций открытого акционерного общества, только в этом случае. При этом цена определяется также по правилам обязательного предложения, независимым оценщикам, либо средневзвешенная цена на бирже за последние 6 месяцев по таким же правилам.